Итак, друзья, всем привет! Значит, наш любимый Xiaomi готовит нам новый флагман, который называется Xiaomi Mi 10 Ultra. Что же там будет интересного? Snapdragon 865, но им нас не удивишь. NFC, да, тоже не удивишь. 120-кратный зум, вот тут уже что-то поинтереснее. И рекордная беспроводная зарядка, тоже что-то неплохое. Пока Xiaomi вовсю готовится представить свой новый флагманский смартфон Mi 10 Ultra. Инсайдеры делают то, что сама компания делает, пока не может. Публикует рендеры смартфона. И, друзья, мне кажется, что очень даже хорошие рендеры. Что нас здесь удивляет? Дизайн. Мне лично очень нравится. Такой дизайн сзади очень меня впечатляет и кажется мне классным. Значит, как видно на картинке, основная камера 120-кратный зум, ну, обладает 120-кратным зумом. Это тоже неплохо. Ходили слухи, что будет 12-кратный, но нет. Помимо перископного еще три модуля. Два из них. Знаете, да, для чего перископные? Потому что для увеличения слишком тонкий смартфон. И линзы невозможно располагать параллельно вот самому смартфону. Если вот так вот его рассматривать нельзя располагать. Поэтому, как бы вдоль вот эти вот перпендикулярно смартфону располагаются вот линзы и уже основная линза, вот как видим, вот такая она. Они перпендикулярны друг другу. Значит, 120-кратный зум это очень хорошо. Что еще интересно, судя по изображению версии Mi 10 Ultra прозрачной крышкой, аппарат также получил модули NFC. Вот он. А, это беспроводная зарядка, скорее всего, NFC, скорее всего, вот он. И беспроводную зарядку. Мощность последней составляет 55 Вт. Это очень хорошая зарядка. И пока это рекорд. Мощность правной зарядки модели составит 100 или 120 Вт, что тоже, на мой взгляд, неплохо. А в основной аппарат платформы, ну, я уже говорил, лег к Qualcomm с на 865-й. Ну и, значит, тот ресурс, который опубликовал это, что касается источника, опубликовавшего рейтинг, то рейтинг у него составляет 89%. Ресурс называется Slash Lakes. Так что, друзья, что хочется сказать. Snapdragon 865-й, это у нас где-то 600 тысяч баллов в Antutu. Но, в общем-то, нас большая часть не удивляет. То есть, здесь уже на рынке вот такие. Ну и Snapdragon 865-й и так далее и тому подобное. Но что же нас должно удивить? Нас должна удивить цена. О цене пока ничего не сказано, поэтому ждем цену. И тогда можно уже будет говорить, удался смартфон или нет. Ссылочка на статью в описании. Всего доброго, всем пока. До свидания.